Также гармонизатор можно использовать в детских садах, в школах, при работе с гиперактивными детьми. Режим антистресс снижает уровень стресса, но не вызывает сомнливости. Он специально создан для того, чтобы использовать его, у работающего человека, у человека, которому нужно снизить стресс здесь и сейчас на работе и не заснуть. Этот программ специально работодательным человеком, которые потребуются, например, в работе и сомнительной жизнью, не заслуживайтесь и не заслуживайтесь, и не заслуживайтесь. Самый классический пример это стресс перед публичным выступлением. Когда у человека начинается тахикардия, потеют ладони, садится голос и он просто физически не может хорошо выступить перед аудиторией. Успокоительные воздействия, успокоительные препараты вызовут безусловно его успокоят, но вызовут вялость, самлевость, затормознанность реакции. И он не сможет адекватно быстро реагировать на вопрос аудитории. То есть нам нужно воздействие успокаивающей, но не вызывающей сомлевости. Вот это как раз второй режим гармонизатора. Но вы не должны забывать, что в гармонизаторе используется тот же излучаций, который используется в лечебных приборах. Гармонизаторе тоже реализована биотреум технология, способность индивидуальной подстройки каждому человеку. То есть его можно использовать не только дистанционно, но и контактно. Можно прикладывать к телу. И есть у гармонизатора один режим, который изначально был создан для контактного воздействия? Это третий режим. Третий режим – это воздействие фоновым резонансным излучением. Я хочу немножко сказать про фоновое резонансное излучение. Вы наверняка знаете, что это излучение очень низкоинтенсивное. И поэтому я иногда сталкиваюсь с тем, что люди несколько скептически к нему относятся. Потому что есть стереотип, чем воздействие сильнее, мощнее, тем оно лучше. Ничего подобного. То, что фоновое резонансное излучение имеет низкую интенсивность – это его большой плюс. Во-первых, это излучение, этот режим может использоваться длительно. Его почти невозможно передозировать. Почти невозможно. Это излучение – это полный, абсолютный резонанс с вашим телом. Это максимально индивидуализированное воздействие. Поэтому фоновое резонансное излучение мы используем для поддерживающей терапии. Это на связи с тем, что мы реабилитация поддерживающая терапия. Поддерживающая терапия. Вот курс, например, у данного такого лечения, а потом поддерживающая терапия. Утолкеселение. 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 Мы используем его у очень маленьких детей, у новорожденных. У очень тяжелых, ослабленных больных. У очень тяжелых, ослабленных больных. У нас есть масса пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями. Мы проводим курс КВЧ терапии. Две-три недели. Но после этого курса мы не можем бросить их без поддержки, без поддерживающей терапии. И вот этой поддержкой оказывается фоновый резонансный излучение. И вот такой кеселеси утон, а бедег не выставляют себя, поэтому не любят кеселеси, а не любят кеселеси. Кроме того, фоновый резонансный излучение прекрасно работает для снятия боли, отёка, воспаления. И еще пару слов про третий режим гармонизатора. Несмотря на то, что изначально он изобретался как режим для контактного воздействия, его тоже можно использовать дистанционно. Не смотря на то, что она была создана в контактном воздействии. На опыте уже наших пациентов, они сами к этому пришли, и дистанционное воздействие гармонизатора включенного в третьем режиме обладает очень сильным успокаивающим эффектом и вызывает сонливость. То есть можно использовать при бессоннице. Это пациентских испытаний. Они испытывают, что, когда гармонизатор в третий программ, они только в городе, то есть очень сильная работа, и очень сильная работа. И очень сильная работа. Очень сильная работа. И наконец, дистанционное воздействие гармонизатора прекрасно сочетается с контактным воздействием с помощью аппарата-триометром. И в общем, но не последний раз, а гармонизатор контактус нервы оказывает очень легко подсоединяя и киевизирует сочетается с контакта с конкурсом, Продолжение следует...